Ни мороз, ни снег сегодня не напугали верующих на службу в честь рождественского сочельника, или как его еще называют верующие. На вечере Рождества Христова собрались десятки прихожан, и многие пришли с детьми. Люди продолжают приходить. Вообще священники ожидают, что сегодня в храм Христа Спасителя, равно как и в другие российские храмы, люди будут приходить весь день, чтобы исповедоваться и причаститься, чтобы встретить один из главных праздников православия, Рождества Христова, со светлыми мыслями и духом. Храм сегодня украшен по-особому, это белые цветы в знак чистоты и зеленые ели, которые символизируют вечную жизнь. Ну а вечером из храма вынесут свечу, которая символизирует Виклеемскую звезду, взошедшую на небосклон в час рождения младенца Иисуса. Это будет означать завершение рождественского поста, он длился 40 дней. Сразу после этого верующие смогут вкусить особое блюдо сочево, собственно, отсюда и пошло название праздника – сочельник. Это перетертые зерна с медом. Зерна – это символ начала новой жизни, мед – блаженное состояние духа. Главное же действие в православных храмах состоится вечером, когда начнется праздничная рождественская служба. На нее соберутся сотни тысяч россиян. Только в прошлом году в столичных храмах эту службу отстояли более миллиона человек. Завтра же, по традиции, в России начнутся святые дни, или, как их еще называют в народе, святки. Светлана Гордеева, Евгения Рыбакова, Вадим Глушицкий, Сергей Ребров, Телекомпания НТВ.